Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале Английский язык по плейлистам. И мы с вами продолжаем наш важнейший плейлист Английский язык до автоматизма с нуля до уровня Advanced. Опять же, для вашего удобства все видео я загружаю в данный плейлист, который так и называется Английский язык до автоматизма полный курс. И мы с вами далее двигаемся. Обязательно пишите о ваших результатах. Какие у вас результаты? Видите, у нас была такая практика на IWANT. Сейчас тоже очень важный урок. Здесь делают очень много ошибок. Вот как вы скажете Мне нравится это. Мне нравится это. Многие говорят неправильно. Нужно запомнить, что мне нравится. Это конструкция I like. То есть вообще мне это me, но именно мы говорим I like. Именно так. I like. Мне нравится это. I like it. Запомните. Мне нравится английский. И далее вы что-то говорите. Мне нравится английский. I like English. I like English. Мне нравятся твои уроки. I like your lessons. Не оглушаем. Мы сами про это говорили. Lessons. I like your lessons. Мне нравится эта идея. Мне нравится эта вещь. Мне нравится. Вы можете сказать Мне нравится это видео. Мне нравится этот плейлист. Мне нравится этот канал. Мне нравится этот канал. Мне нравится этот метод. Мне нравится. Мне нравится I like этот метод метод. I like this метод. Далее. Очень часто мы говорим не просто мне нравится, а мне действительно нравится что-то. Или мне реально это нравится. Давайте с вами скажем мне реально это нравится. Или мне действительно это нравится. Значит, мне действительно что-то нравится это конструкция I really like. I really like. А далее вы говорите что? Мне действительно это нравится. это нравится. I really like it. I really like it. Мне действительно нравятся эти уроки. I really like it. И эти уроки. These. Долгий звук и и зэ. Читаем как these. Мы с вами говорили в уроке. Lessons. I really like these lessons. Зэ. Мне так же это нравится. Мне так же. Вот мне так же. Это конструкция I also. I also. Смотрите. Так. I also like. Далее вы говорите что-то. Мне так же это нравится. I also like it. Мне так же это нравится. Мне так же нравится этот канал. I also like. То есть, на там этот канал. This. Channel. I also like. This. Вот запомните. Эти конструкции здесь очень многие делают ошибку. То есть, мы можем запомнить. I like. Примеры. I like it. I like English. I like your lessons. I like this idea. I like this fin. I like this video. I like this playlist. I like this channel. I like this method. I really like. I really like it. I really like these lessons. I also like this channel. I also like this channel. Друзья мои, еще хочется сказать об одном очень важном моменте. Давайте я сразу обращу ваше внимание. Мне так же нравится это. Давайте здесь разделим. Есть еще второй способ, как это сказать. I also like this channel. Мы с вами проходили, что also ставится в середине. Смотрите. I also like it. Мне так же это нравится. Но может быть по-другому. Мне это нравится так же. Если так же на конце, то это уже другое слово. Смотрите. Мне нравится это. I like it. Так же. Если на конце, то это to. Обычно мы ставим запятую. I like it too. Мне это нравится так же. Или I also like it. И так, и так. В разговорном английском и так, и так очень часто встречается. Здесь то же самое. Смотрите. Мне так же. Видите. I also like this channel. Или мне нравится этот канал так же. Тогда надо говорить так. I like this channel to. Это важный момент. Обратите ваше внимание. Об этом многие как раз не говорят, не договаривают. Так, видите. I also like. I also like it. I like. I also like this channel. I like it too. I like this channel too. Далее. Ну, с I like понятно. Вот, как сказать нам нравится? Вот, мне нравится это будет I like it. А как сказать нам нравится? Вот здесь так же делают много ошибок. Нужно запомнить, что перед like стоит именно личное местоимение. То есть, мы должны использовать мы. То есть, нужно запоминать. Нам нравится это будет we like it. Личное местоимение вы именно ставите. We like it. То есть, I, we и так далее. Далее. Тебе нравится это. Опять личное местоимение. You like it. Им нравится это. Опять используем личное местоимение. Личное местоимение они. They. Мы с вами говорим they like it. They like it. Отлично, друзья мои. Ему нравится это. То есть, опять используем личное местоимение he. Далее нравится. Понимаем he, she, it. Добавляем as. Получается he likes it. Ей нравится это. She likes it. Опять ведь личное местоимение. She likes it. Вот это, друзья мои, пожалуйста, запомните. Здесь очень часто делают ошибки, что забывают, что нужно именно личное местоимение. Ну, например. И более сложное предложение. Я вижу, тебе это нравится. Я вижу. I see. Тебе это нравится. Тебе это нравится. Опять ведь используем личное местоимение. Получается you like it. I see. You like it. Никакие запятые здесь не нужны. В английском языке, на самом деле, гораздо меньше запятых, чем в русском языке используется. I see. You like it. Далее. Я знаю. Это им нравится. Я знаю. I know. Это им нравится. Или им нравится это. Значит, опять же, помним, что здесь именно такой порядок и вначале стоит личное местоимение. Я знаю. They like it. То есть, вот это действительно нужно запомнить. I know they like it. Ну, или более сложные вещи. Например, ей нравится это место. Ей нравится. Опять личное местоимение используем. И говорим. She likes это место. This place. She likes this place. Ему нравится это платье. Опять, видите, нравится. Значит, по правилу нужно использовать личное местоимение. Подобавляем he. Используем эту конструкцию. He likes. Говорим, ему нравится. He likes это платье. Это платье. This dress. He likes this dress. Моему другу нравится этот отель. Моему другу. Говорим, моему другу. My friend нравится. He, поэтому добавляем like as. Получается, my friend likes этот отель. Как вы скажете? This. Как? My friend likes this. Здесь, понимаете, также важно следить за произношением. Правильное произношение hotel. Это как о, не о, а о. И ударение на второй слог. Hotel. Hotel. Представляете, бывает даже, что в песнях, известных песнях, произносят слово неправильно. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Как бы о чем здесь речь идет. То есть правильно, конечно, hotel. Ни в коем случае не напередал. Hotel. My friend likes this hotel. Поэтому также, видите, у нас такой мощный тренинг по произношению. Итак, повторяем, соответственно. I like it. We like it. You like it. They like it. He likes it. She likes it. I see you like it. I know they like it. She likes this place. He likes this dress. My friend likes this hotel. Так, идем дальше. Значит, мы с вами посмотрели конструкцию I like. I really like. I also like. Также посмотрели некоторые тонкости, когда не I like, а там we like и так далее. Более сложное предложение. И теперь еще одна очень важная конструкция. Я хотел бы. Как вы скажете, я хотел бы. Значит, вообще I – это я. И очень часто меня студенты спрашивают, точнее спрашивали. Если говорить про реальные уроки, то сейчас только YouTube уроки. Я как бы выбрал этот путь. Друзья мои, ну спрашивают, соответственно, в комментариях. Соответственно, как будет слово «бы». Я помню, что меня раньше-то очень часто спрашивали, как сказать «бы» на английском языке. «бы». И, соответственно, «бы» будет «would». «Wood» переводится как «бы». Соответственно, «I would» – «я хотел бы». Это конструкция «I would like». Я хотел бы чашку кофе. Если полная форма, то это получается «I would like» – чашка. Ну, понятное дело, что чашка – cup, но не забываем про артикль. Мы же говорили, есть единственное число, ставим артикль. Получается «a cup» – кофе. Вот когда принадлежность чего-либо, там, чашка, кофе, чего, это нам указывает «of». «of» означает принадлежность, родительный падеж. «a cup of» – кофе – кофе. «I would like a cup of coffee». Но, на самом деле, данное предложение выглядит не очень естественно в глазах носителя языка, потому что носитель языка сокращает все. И говорят не «I would like», а просто сокращенно «I'd like». И вы привыкаете именно говорить как носитель языка, чтобы действительно ваша речь была максимально естественной. «I'd like a cup of coffee». «I'd like a cup of coffee». То есть «a» – потому что единственное число. И «of» – означает принадлежность, кого чего, кофе. «A cup of coffee». Например, «я хотел бы чашку чаю». «Я хотел бы…» «I'd like» – чашку. «A cup» – опять принадлежность, «of». И слово «чай» будет «tea». «I'd like a cup of tea». «I'd like a cup of tea». Значит, видите, здесь достаточно все просто. Теперь скажем по-другому. «Я хотел бы выпить чашку кофе». «Я хотел бы…» Значит, если я хотел бы что-то сделать, то мы оставим «to» плюс глагол. «To» плюс глагол плюс «verb». Мы с вами говорили, что «verb» – это глагол. «I'd like to» плюс «verb». Соответственно, «я хотел бы выпить чашку кофе». Вы скажете то, что у нас с вами есть. Ну, конечно, полезно это все прописывать. На самом деле, в идеале, чтобы была память руки. Но для вот скорости я вот в таком формате. Итак, смотрите. «I'd like» – выпить. «To» – не забываем. Далее глагол «пить». «Drink». Получается «I'd like to drink a cup of coffee». «Я хотел бы выпить чашку чая». «I'd like to» – выпить «drink» – «a cup of tea». «Я хотел бы сделать это». «I'd like» – сразу «to» – «сделать это». «I'd like to do it». «Я хотел бы знать английский очень хорошо». «Я хотел бы». «I'd like» – знать английский. «To know English». «Очень хорошо». «Very» – хорошо «well». «I'd like to know English very well». «Я хотел бы посетить это место». «Я хотел бы». «I'd like» – тут сразу ставим. «Посетить». «Посетить». «Посетить» будет «visit». «I'd like to visit» – это место. «This place». «I'd like to visit this place». «Ну, еще несколько примерчиков». «Я хотел бы стать бизнесменом». «Как вы скажете». «Спасибо». «Я хотел бы стать бизнесменом». «I'd like» – стать «to become» – «businessman». Артикль «a». «E», просто единственное число далее. «Вы бизнесменом». • Конечно, будет boo fundraising. «I'd like to become a businessman». Я хотел бы стать учителем. I'd like to become a teacher. Я хотел бы стать врачом, доктором. Врачом. Doctor. I'd like to become a doctor. Я хотел бы стать менеджером. I'd like to become a manager. Здесь важно понимать, что конструкция I'd like to, не называем to, и артикль a. А далее уже какая-то профессия или специальность. Итак, повторяем. I'd like a cup of coffee. I'd like a cup of tea. I'd like to plus verb. I'd like to drink a cup of coffee. I'd like to drink a cup of tea. I'd like to do it. I'd like to know English very well. I'd like to visit this place. I'd like to become a businessman. I'd like to become a teacher. I'd like to become a doctor. I'd like to become a manager. Друзья мои, отлично! Мы с вами двигаемся далее по нашему плейлисту. Для вашего доступа все видео я загружаю в данный плейлист, который так и называется. Английский язык до автоматизма полный курс. И мы с вами переходим к практике. Видите, материал усложняется, накапливается. Ничего, друзья мои, не пропускайте, потому что вы пустите какую-то мелочь, и далее это всплывет. И в контрольных работах, и вообще в жизни, друзья мои. Поэтому мы с вами идем дальше по нашему плейлисту. Thank you, my friends! Субтитры сделал DimaTorzok